друзья привет с вами компания сферокар меня зовут никита и сегодня у меня для вас очень интересная тачка я бы сказал даже уникальная поэтому долго затягивать не буду встречайте suzuki jimmy и нет должен быть просто быть suzuki jimmy и я прям готовился suzuki jimmy но сегодня меня немножко удивили поразили короче говоря для вас honda civic type r пятое поколение вот такая красотка итак друзья тачка реально уникальная уникальная во всем уникальная история сама культура type r это просто вообще что-то с чем-то если взять вообще всю японскую gdm движуху наверно хандоводы и самое главное и участики отсюда и все басни про хандоводов про всякие там не буду короче говоря говорить про что но суть в том что машина которая достигала вот таких вот результатов без какой-то турбины тупо за технологию двигателя за балансировать подвески и так далее так вот type r это спортивная версия цивика которая появилась девяносто седьмом году на базе шестого поколения она представляла собой трех дверей хэтчбэк сегодня перед нами уже пятое поколение этой модели не буду рассказывать про все но за эти пять поколений машина удостоилась кучи наград по спортивным достижениям это топ на японском рынке что такое type r друзья type r ну здесь все просто r это рейсинг в оригинальном названии у любой honda у которой в названии есть буква r не просто в названии буква r да типа как интегра или сервис имеется ввиду type r cr crt да как у аккордов цивиков так далее и означает racing это значит что тачка спортивная означает что у нее спортивная подвеска усовершенствованный мотор у нее больше лошадей у нее круче управляемость это не значит что тачку можно сравнить с вышкой да или с мустангами в драге дрифте здесь речь идет про кольцевой спорт на самом деле первый спортивный цивик появился еще задолго до первого type r это был 78 год когда группа инженеров из компании honda заочно не то что заочно а после своей рабочей смены разрабатывали то есть сами создали небольшой гоночный кружок и теперь встречаются с остальными хондоводами на самом деле друзья это было реально не про коммерцию то есть ребята из института honda собрали гоночную команду и проектировали с мизерным бюджетом в свободно от работы время проектировали спортивный цивик вот у них получилась такая небольшая коробчонка с двигателем 1 и 3 они выкинули все лишнее из кузова усилили подвеску и участвовали на ней в гонках действительно они завоевали много наград выиграли даже две мирового класса гонки я не помню точно как это все дело называется короче говоря вот именно это и дало вдохновение на создание спортивного болида на базе honda цивик итак друзья от гражданского цивика type r отличается вообще колоссально общие черты строгости вот этих вот линий дерзкой агрессивности которая в стандартном гражданском цивике немножко непонятно да что всегда не что в хэтчбеке здесь она полностью себя оправдывает очень расширенная морда да вообще весь кузов за линию лобового стекла он на 30 сантиметров выделяется огромные воздухозаборники в бампере классный сплиттер здесь идут боковые обвесы точно такие же как и сзади из настоящего реального карбона очень много воздухозаборников которые здесь реально не для красоты а для создания лучшей аэродинамики при том что здесь этот кузов сбалансирован не то что дизайнерские сбалансирован инженерами для идеального сочетания сопротивления и и прижимной силы задняя часть друзья от стандарта отличаются вот таким вот огромным венчающим корму спойлером которые реально в этой версии работает то есть это не для красоты приколдес это реально рабочие спойлеры по моему это первый автомобиль с рабочим спойлером да если которые снимаем задняя часть по мне у этой версии и вообще у цивика но выглядит непривычно может быть это на первый взгляд потому что реально непривычно но исходя из того что мы привыкли считать спортивными хэтчбэками спортивными вообще тачками но мягко говоря какой-то космолет вот эти вот заимствованные я бы сказал от приуса до потекшие немножко стопари с одной стороны прикольная фишка с другой опять же необычная то есть дизайн которому нужно привыкнуть поэтому либо вы хондовод и всем сердцем любите вообще все что делает honda либо ну вот смотрите и думаете надо вам такое или нет зато очень не вкатывает расположение вот этих огромных 3 выхлопных труб здесь мало того что это все классно стилизовано по спортивному так это еще и имеет функционал потому что две трубы у вас напрямую с один из коллектором средняя труба имеет заслонку который открывается у вас на высоких оборотах когда подключается система изменения фаз газоопределения короче когда врубается в так друзья у вас забегая вперед скажу немножко что хозяин который привез эту тачку в город тюмень кстати говоря направляется набрал дополнительного тюнинга также заказал через нас с японии у него идет прямой впуск прямой выпуск то есть вся трасса целиком которая будет я не видел сам но представляю что может заказать себе человек который такой красотка привез в россию мало таких машин я не знаю в владивостоке их можно наверно по пальцам пересчитать если они еще есть но я думаю набегут еще теперь также отличается литыми дисками которые получили здесь 20 дюймов 245 на 30 установили резина представьте 30 миллиметров я когда первый раз увидел эту тачку на фотках с объявления когда мы купили я вообще подумал что это колеса от трамвая есть еще заниженные варианты до полупровальные которые реально смотрятся как будто на одних дисках едет вообще даже никакой изоленты нет но в живую смотрится вот так я вчера еду на на белочки домой надо их от собегу и воткнул бутылку от кока-колы в подстаканник слева получается нет не сел и втыка короче понял передачи бутылкой на дэшку поставлю вставать бутылка втыка газу такую вот хонду буду снимать однажды и так и в тачку пропускаю задом сдаю заднюю включил назад на бутылке тоже отъехал все тачку пропустил на бутылке первую врубаю настоящую забрал газку подаю чудеса в гараж не вкатился реально вот это вот штука и она называется к 20 и это инновационный мотор от honda потому что он ходит работает в паре шестиступенчатой коробкой здесь новое все и я бы сказал технически гениально во первых мотор да ни для кого не секрет что honda это те ребята которые добывали добывали которые добивались ну или добывали до мощность там где ее нет то есть с двухлитровых полутора литровых с один из шестых на первый type r был на двигателе 16 они выжимали дикие мощности во многом это достигалось благодаря системе в тек которая стала лучшей системой изменения фаз газораспределения вообще среди всех наверное автомобилей как минимум на японском рынке заменял турбины простыми словами поэтому honda никогда не делалась турбовая был стек был crt да был сир был евро р аккорд и был type r есть еще интегра type r кстати говоря у хозяина тачки вот этой он сейчас гоняет сам на интегре type r если не ошибаюсь вот тоже на палочке короче в этом поколении honda превзошла себя и засунула сюда и одно и другое поэтому здесь двухлитровый турбовый мотор системы в тек на 320 лошадиных сил тадам классно классно дело в том что сейчас все японцы и все японские концерны идут к уменьшению объемов к экологии так далее но вот honda оставил для себя вот такой маленький зазорчик и вложила все просто что можно вот в эту гоночку работает он в паре с 6 ступой механической коробкой сама коробка в этом поколении модернизирована здесь встроена система автоматической перегазовки то есть вы врубаете сцепление на выжимаете у вас втыкаете передачу вас автоматически немножко приоткрывается заслонка обороты растут на ходу там да вы понижаете передачу и пока еще сцепление не отпустили у вас обороты уже выстраиваются примерно в то положение которое будет когда вы сцепление пусть короче говоря на этой тачке можно трогаться в принципе даже если вы особо не умеете ездить на коробке нажали сцепление воткнули передачу отпустили потихонечку она вас сама нужный газ подставил уверен эта штука сделана не для этого для того чтобы уменьшать вот эти провалы до при переключениях передач чтобы не было потери мощности потери скорости потому что тачка для кольцевых гонок а там каждая секунда возжена возжена как выговорил 5 и 7 секунд каталожных у нее до сотни проверять не будем потому что пробег у этой тачки всего полторы тысячи километров и винтить ее нельзя тем более нам вот хозяин винтанет и расскажет потом нам если хозяин будет смотреть пусть напишет в комментариях пожалуйста очень потому что хочется винтануть ее но мы не будем друзья назря у кстати говоря subaru уже отошли от используем ноздрей да только в леворгах она осталась а здесь пожалуйста вот она это для чего для дополнительного обдува конечно же но в первую очередь мы как и все позили как и все ребята которые не разбираются в тачках при виде ноздрей сразу говорят гонка здесь каждая черта говорит о том что гонка если вы еще недостаточно раз услышали от меня слово гонка то в салоне его не перестану говорить и скажу еще больше потому что салон максимально здесь необычный посадка как в карте не то что как в карте как реально в гоночном болиде формула-1 максимально все агрессивное сочетание черного с красным цветом с карбоновыми вставками с прострочкой на кожаной торпеде на кожаной консоли у пассажира также ковш который кстати говоря регулируется это поколение создавалось для того чтобы предоставить возможность обычным гражданским водителям чувствовать себя чувствуете гонкой то есть управлять автомобилем достаточно динамичным маневренным и чувствовать себя реально пилотом гоночного болида вот как то так это реальные отзывы японцев о том как и для чего вообще придумали тайп-р скажу так что в самом по себе цивики до нового поколения ты сидишь уже как в гонке это хэтчбэк а даже в гражданской своей версии он очень сильно отличается во-первых внешкой во вторых и салоном здесь все все равно такое агрессивная сбитая и не дает расслабиться несмотря на то что это максимально гоночная версия здесь точно также все очень эргономично огромное количество мест для хранения полочки несмотря на то что вы двигаетесь на коробке принципе не должны ничем отвлекаться да все удобства все условия комфорта здесь соблюдены черный потолок который который вообще вкатывает всем но почему-то его японцы вставляют по умолчанию только в спортивной версии да как у фита например в с комплектации которые как бы спортивная черным потолком все остальные с белым мне нравится руль он здесь кстати говоря даже с круиз-контролем несмотря на то что тачка на коробке но владелец автомобиля он заказал себе также с японии он уже пришел к нам новый руль трехспицевой спортивный поэтому чувак со знанием дела относятся к тачке он будет настраивать ее под себя и я уверяю вот в тюмени таких машин больше не будет это будет одна такая тачка она уже одна тачка в тюмени думаю на час 1 владелостоке с пробегом полторы тысячи километров поэтому интересно конечно посмотреть что получится в конечном итоге нам доступно три режима до для поездки это комфорт стандартный режим городской спорт режим для ну грубо говоря более спортивный дает ускоренного перемещения и есть режим r плюс до racing это максимальные обороты максимальное давление турбины максимально жесткая подвеска и максимальная адаптация рулевого управления слушайте сзади место нормально сзади место нормально при том что этому я удивлен тачка то максимально спортивная и думаю вряд ли кто будет ездить на ней в пятером при полной загрузке но возможность такая есть у вас четыре ремня то есть я так скажу что рассчитано на четверых но в россии естественно будут ездить 5 посмотрите на этот шикарный красный ремень спереди стоят ковши сзади стандартная сидушка цивиковская но вот этот красный ремень не дает забыть даже пассажирам сидящим сзади что они в гонке находятся очень хочу сказать в новом поколении вообще honda очень сильно учитывается комфорт для всех участников движения для всех пассажиров имеется ввиду поэтому максимально сужены занижены габариты механической части вот и максимально увеличен салон для комфорта водителей пассажиров багажник нормальный можно положить сюда сумки принципе и остается и отправиться на какую поездку не думаю что для путешествий комфортно будет использовать тачку но тем не менее у вас есть реальное пространство куда можно положить багаж шмотки любые вот такая вот бесполезная на мой взгляд вещь до шторка но во всяком случае она не будет прибежать потому что она полностью текстильная вот в целом все классно все классно по багажнику вопросов нету есть конечно вопросы на дизайну задней части но это опять же друзья потому что я ну не привык просто таким цивик вообще раньше внешне сильно красотой так скажем не отличался а тут прям очень резко не поменяли но я думаю привыкли как 200 крузоку помните привыкли все 300 мы сейчас привыкли реально можно трогаться блин без газа практически все равно принципиально поддаю потому что я гонщик я люблю поддавать что хотел сказать про салон вот ни в одну тачку садясь не ощущается вот такого прям спорта как здесь потому что вот эти вот изгибы вот эти переходы у меня был прилют у меня было два прилюда две интегры один inspire и ашир виха ящих ханда вот в прошлом получается всех были свои ошибки короче вот прям салон не очень всегда заходил вот эти спортивные нотки даже в самых гражданских у меня была интегра зацешная на электро до карбюраторе такая вещь ужасная но салон был максимально спортивно спартанской я кайф вот так же как и здесь прям вот эти вот карты дверные заужены кайфовая штучка ладно прощение от вождения карт по-другому не скажешь не будем сильно ее развинчивать но все 320 лошадей они здесь реально есть рулежка просто бомба а от себя я бы не отдал столько бабок за спортивную тачку за ход хотя она мне очень нравится кроме задней части по визуалу за эти бабки реально можно взять про доз но человека который реально шарит вот в этих всех нюансах в культуре honda в культуре там мугим тайпер и так далее и который реально берет ее под себя полностью осознавается всеми настройками блин я думаю что эта покупка очень четкая потому что в плане динамики управления торможения вообще полность управления всего всей тачкой здесь максимальная дача максимальное взаимодействие с машиной ни в одной тачке такого нету даже в утюхе здесь реально как аватар вы садитесь в нее и прям вживаетесь хочется давить винтить в общем меня еще коробка с ума сводит всегда а тут еще вот с таким комплектом полезных опций это просто просто подарок кого можно назвать конкурентами этого автомобиля вообще японцы сказали никого прямым текстом нет у этой тачки конкурентов потому что она одна она идеальна это единственный вариант сумасшедшего просто срывающего башню полу гражданского спортивного хатчбека вот но немножко покопавшись в интернете мы нашли что называют сложно будет произносить рено megan rs что это кто не знает я не видел ни разу ford focus и и volkswagen golf гоночный не могу никак этот вопрос прокомментировать потому что ни одну из этих машин не видел наверное а если бы видел то никогда бы и не подумал что что это спортивный автомобиль рено там же в списке конкурентов цивику указано subaru vrx ст и вот тут согласен тут согласен это мы снимали кстати говоря vrx не стишку была обычная да на 300 сил vrx ст и идет также на 6 ступки вполне да это более раллийная тачка до цивик все-таки идет кольцевой но за неимением иных вполне можно назвать ее конкурентом цены даже же важно потому что это вообще с ног сшибающая информация 3 миллиона 200 тысяч рублей примерно вышла вот эта красотка повторю помимо всего что здесь рассказал полторы тысячи пробег пятерка оценка это новая тачка прям завода практически полторы тысяч километров проехал всего сейчас конечно катает по россии вот вообще старт по сегодняшним курсом да это где-то 58 рублей за доллар от 2 что-то 600 можно поискать ну и там уже смотрите по параметрам по состоянию и так далее все на вторичном рынке таких машин нет в европе тоже очень сложно с этим вопросом есть в корее там чуть выше пяти миллионов вон с левым рулем на 306 лошадей не будет не на 320 как наши антре 6 все поэтому вариантов нет друзья если вы лютый хандовод любитель кольцевых гонок или просто тащитесь от вот такой вызывающей футуристичной гоночной внешки вот все вот цивик и импреза в рейкс сколько можно привести за ну тоже тоже не дешево друзья поэтому решайте расставлять приоритеты помните что в японии есть идеальный автомобиль для каждого и может быть где-то там уже ездит ваша будущая малышка поэтому ставьте лайки если еще не поставили подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля а и и Продолжение следует...